Здравствуйте, Ирочка! Я вам обещала, помните, что вам скажут, расскажут наши девушки, наши женщины, вот Нина Александровна первая, которая вот из тех, кто подписан. То есть я подписала, я говорила вам, уже вас очень много здесь, в посёлке, мои подруги подписаны. Нина Александровна, я же с вашего разрешения вас всех подписываю. С моего разрешения. Да, они приходят ко мне с телефонами, когда я рассказываю про Ирочкин канал, им нравится, я говорю, посмотрите, какая Индия, особенно зимой, да, когда всё дорогое здесь. Я говорю, вот посмотрите, у Ирочки, вот они смотрят и разрешают меня их подписывать. Так что всё честно, всё правильно. Я не люблю вот это лукавить. Я уже пишу. Да, конечно, конечно, я тебя уже снимаю. Я просто говорю, да, я же с вашего разрешения всех. Вы сами хотите подписываться, поэтому я подписываю. Ладно, давай начнем. Насчёт, Нина Александровна, вы смотрите, да, Ирочку? Ну, правда, не все пишут, не пишут, просто лайки ставят, да, потому что у всех нет времени. Поэтому они вас все мои смотрят. Ирина, доброе утро. Большой привет тебе с нашего далёкого уральского городка Ирбит. У нас сейчас настоящее лето. Сегодня будет 35 градусов. Мы тебя и рассмотрим с удовольствием. Смотрим твои позитивные видео. Любуемся. Снимай побольше. Я вот сегодня пришла, посмотри, в такой красивой бижутерии. Это индийская. Это мне подарила Перри. Я её с удовольствием ношу. И это очень модно. Это золото, оно уже всё надоело. Всякое, это серебро, это есть у всех. А вот такой бижутерии из Индии, конечно, не у всех есть. Вот она мне подарила ещё одно. Вот индийская, вот тоже такое. Жуки. Да, такие красивые эти. Вот тоже я ношу. Вот, Ирина, твой любимый цвет. Мы уже знаем, что ты это любишь. Голубой, бирюзовый. Вот эти тоже такие красивые, эти штучки. Это вот просто чёрные. Так что, конечно, жизнь у тебя совсем другая. Мы смотрим и радуемся. Потому что ты живёшь ради себя, отдыха, путешествия. В таком, ну, позитивном мире. Ты знаешь, что у нас сейчас, конечно, в России совсем другое время. Мы переживаем. Ну, ты общаешься с сыном, с родителями. Ты это всё в курсе дела. Поэтому, конечно, нам более сложно сейчас. И вот твои видео, когда мы смотрим, что ты нам показываешь, оно как-то нас успокаивает, настраивает на такую позитивную волну. Очень приятно. И поэтому ты не обращай внимания ни на кого. Кто там что-то пишут тебе, что-то там говорят. Просто ты пропускаешь мимо ушей. И вообще не читай это всё. Потому что ты делаешь нормально, хорошее дело, позитивное. Радуешь. Людям это очень нравится. И кому нравится, те смотрят с удовольствием. Индия, конечно, всякая. Есть она и бедная, есть она богатая, красивая. Места очень красивые. И поэтому езди, путешествуй. Радуй нас. Радуй нас. Отправляй. Мы это всё с удовольствием смотрим и читаем. Поэтому спасибо тебе большое. Живи в удовольствии. Потому что жизнь, она очень короткая. И, как говорится, надо от неё брать всё, что можно. И это сегодня. А завтра неизвестно, что будет. Каждому дано на этой земле, что дано, то и человек, как говорится, может себе позволить. Ты вот можешь сегодня это позволить. Поэтому езди, отдыхай, снимай. И не заморачивайся, что там у нас тут в России. У нас всё будет хорошо. Я думаю, что оно всё стабилизируется. Мы на это надеемся. И вот Перри собирается в Индию. Выдала мою тайну. Да, ты не говори, да, заранее. А вдруг не получится. Ну, когда-нибудь всё равно. Мечта же есть. Без мечты человек это очень плохо. Да, вот как только найду, кто моих питомцев, за моих хвостиков и птиц... Да, вот она не может никуда уехать, что у неё тут целое стадо своих животных, за которыми она... Она как выйдет, за ней такой хвостик, пять кошек и вперёд. С одной стороны, их уже тринадцать. Ага, на стадионе. Ну, так это было... А, на стадионе, да, кошки бегают со мной вместе, выходят. Занимаются на тренажёрах вместе с ней. Так что вот она это. Вот. Птичек всех лечит. Вот опять уже у неё птичка появилась. Кто где что прострелит или что-то упадёт, птичка. Ей несут, она тут их лечит. Кошек стерилизует. Птичек кормит, собак кормит. Все всякие бездомные к ней сюда приходят. Так что вот у нас такая жизнь идёт. Ну, всё нормально. Ну, да. Хочу познакомить ещё раз. Один раз уже знакомила. Это Нина Александровна. Ниночка. Это комендант нашего дома. Всем уважаемый человек. Вот. И вот мы дружим, да. И я со всеми дружу, да. Весь дом. У неё тут как пол города друзей. Я их правда не знаю. Просто там в доме. Там из тех домов, из тех районов, где бы она ни была, у неё везде друзья. Ну, я, конечно, многих, я всех не знаю. Они меня знают, наслышатся, когда приносят, приходят, гладят, приходят смотреть, любоваться моими животными. Мы как-то с ней ходили, просто по улице идём. Ага, увидит кошечка. Так, постой, постой. Всё, побежала в магазин, быстро купила корм и уже всех кормит. В одном месте, в другом месте. Опять идёт, опять кушка сидит какая-то. Подожди, я сейчас схожу, куплю корм. Ага, Ирочка сама такая. Она не пропустит ни одну собачку, ни одну кошку. Может, ты же видела, Нин, как она везде покупает? Это не только я, это всё люди, мне кажется, так. Ага. Так что, Ниночка, Нина, ты меня обещала, что за моими хвостиками будешь смотреть, не только ты по очереди. Будем смотреть и тебя отпустим, чтобы ты не волновалась, и чтобы мы тебе будем видео снимать и отправлять. Отчитываться будете, отчитываться. Так что, всё будет хорошо. Корма всё будут, да, всё-всё подготовлю. Когда у нас будет тут холодно, грязно, сыро, мы тебя отправим в тепло. Хорошо. Ты будешь там кайфовать. Иншаллах, иншаллах. Главное, чтобы мои питомцы были счастливы и довольны. Я отчёт буду требовать каждый день сидеть на WhatsApp. Вот, Ирочка, вот всё. Да, Ирина, у тебя Саши, конечно, тоже очень-очень позитивный человек. Чувствуется, что он очень добрый, внимательный. Он тебя очень любит. Мы по видео уже видим. Он всегда тебя за ручку где-то всё это берёт. Не все мужчины, особенно в России, конечно, так относятся к своим жёнам. Так что ты его береги, он тебя тоже бережёт. Счастья вам, взаимопонимания, любви, здоровья. И чтобы ваша совместная жизнь ещё долгие-долгие годы продолжалась. Всего самого-самого доброго, Ирина. Спасибо, Ирина Александровна. Мы тебя очень уважаем, любим, уже знаем как своего человека. Так что всего доброго тебе. Как родная, да, она у нас уже получается. Совершенно в Индии, а тут наш человек. Правда, писать никто не пишет, да, но ставят лайки. Время нету, да, сейчас огороды. Вот, сами видите, у нас. Я показывала, что даже, конечно, как мы... Мы смотрим зимой. Да, да, когда холодно. Радуемся с удовольствием как-то там везде. Это нас радует, это нас греет. Вот, вот она сидит вся. И у тебя такая красивая речь. Вот я всегда любуюсь с удовольствием. Столько ты много знаешь, Ирина. Ну, она же давно-то. Видимо, много видела, много читаешь. И вот с удовольствием просто все твои комментарии, которые ты говоришь, это как-то радует душу. И все, с удовольствием мы это смотрим. Спасибо большое. Ирочка, и это говорит вам человек, она работала... Нина Александровна, сама скажи, да, где ты работала, кем работала, сколько лет? Ну, работала я, закончила переинститут. Приехали мы вот в Эрбит, из Вологды, между прочим. Муж из Ярославля. Вот сюда приехали, так обосновались. 20 лет прожились там, и 50 уже живем здесь. И сначала работала в школе, потом устроилась работать в филиал университета. И вот работала и методистом, преподавателем университета Уральского технического университета. Методистом работала, очного отделения. Поэтому всю жизнь с молодежью, студентами. Никогда не унывали. Было очень весело, конечно, с ними работать с удовольствием. Но вот сейчас всех обучили, город наш маленький, и наш филиал закрыли, и поэтому мы сейчас все на пенсии. Вот, поэтому... Так что всем привет на канале, всем добра, кто смотрит Ирочкин канал. Всем хорошего, много позитива, всем добра. И отличных отзывов. Меньше всякой писать, всякой ерунды, всякой неправды. Мне кажется, больше зависти у людей каких, что они сами не могут это позволить. И поэтому иногда, может, смотрят, и вот пишут даже многие. Вот, Ирина, поверь, это даже многие из зависти. Вот что ты вот, у нас холодно, там мороз, снег и так далее, а ты там в тепле ходишь, путешествуешь, ездите, позволяйте себе. И, может быть, вот люди из этого пишут. Ну, и злых, конечно, много. Не надо на них обращать внимание. И завистливых, живи в своей удовольствии. Ну, будем надеяться, что добрых, позитивных людей... Людей кужи.